Школа, второй дом для каждого ребенка. На протяжении 11 лет обучения дети проводят большую часть суток именно в школьных стенах. За уроками, в различных кружках и секциях, а также на культурных мероприятиях. А вот Алине Биджиевой и ее одноклассникам долгие месяцы пришлось гостить в соседней школе, пока в их родном Альма-Матре шел капитальный ремонт. Но разлука с родными стенами стоила того, чтобы вернуться в обновленную школу, от которой после ремонта остался лишь каркас. И теперь здание заиграло совсем другими красками. Ведь важно, чтобы атмосфера в школе подталкивала детей к новым достижениям, а способствовать этому могут даже приятные оттенки стен. Когда у тебя приятная обстановка, окружают приятные люди, все красиво, эстетично, учиться только в удовольствии, и я считаю, что обстановка очень влияет на качество обучения. Эта школа всегда была для меня вторым домом, я всегда с большим удовольствием приходила в эту школу. И сейчас после ремонта наша школа стала светлой, стало больше комитетов, они стали более оборудованными. И я очень счастлива, что мы и будущее поколение можем учиться в такой школе. В рамках исполнения поручения президента по модернизации школьных систем образования в школе аула Сары-Тюз отремонтировали кровлю, фундамент, потолки, заменили окна и двери, привели в порядок фасад и внутреннюю облицовку. Заменили системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и пожаротушения. Кроме того, благоустроили территорию и спортплощадки, оснастили мебелью и оборудованием, обновили учебники и пособия. Мы довольны, дети довольны, прямо радуются. И настроение, вот они приходят в школу с удовольствием, и мы тоже самые. Школа шикарная, очень светлая, просторная, новая мебель, всё просто очень хорошо. Ежегодные космические ремонты не могут дать того эффекта, как капитальная реконструкция. А ведь эта школа за свои полвека службы выпустила не одно поколение достойных жителей Карачаева-Черкесии. В ней, к слову, училась её нынешний директор. И полы, и стены, и потолок. Всё было проведено очень большая, проведена очень большая работа. И на сегодняшний день это даже и не узнать, и не сравнить, что было до ремонта, в каком состоянии была наша школа. И сейчас это, конечно, нас всех, и детей, и взрослых, это радует. Напомним, что число республиканских школ, попавших в федеральный проект модернизации, растёт с каждым годом. В этом году программа охватит 19 учебных заведений. В 1 сентября торжественно откроет один из крупнейших образовательных объектов в регионе – новую школу на 960 мест в Учкекене. Параллельно начнётся строительство новой школы на 600 мест в ауле Адыгехабль. Хаджибай Рамуков, Назиркапышев, Архес-24.